Недалеко от Славутича на берегу Днепра с 1995 по 2016 года проходил один из крупнейших в Украине бардовских фестивалей Славутич. А последние пять лет благодаря ветерану авторской песни Виктору Байраку уже несколько менее многочисленные поклонники бардовской песни нашего города получает возможность не выезжать из Славутича, послушать известных бардов и авторов стихов прямо в городе. В этом году Виктор Байрак со своими друзьями вновь приехал в Славутич. Наш фестиваль не рассчитан на то, чтобы он был массовый. Наш фестиваль рассчитан на то, чтобы мы одни-одно знали, любили, дружили, собирались, чтобы все знали славу. Это у нас тоже есть условия. Это фестиваль памятники, это фестиваль учебности. Річница 30-та, День независимости. Какие-то новые песни или что-то такое будет, что-то новое, до ювілея? Я говорю, Саш, ты знаешь, ты мне задав очень хорошие вопросы, до меня подошла Санна Галахова и сказала, что мы будем на остальное спевать. Я спросила, насколько наша программа спелкуется с 30-ти речем. Я спросил, что мы уже те люди, которым не нужно доказать свое отношение к Украине. Не нужно ее демонстрировать. Вона есть внутри, она свитится. И не нужно. Випячивать. Но я помню, сколько сегодня будет людей у Вишевенка. Я бы тоже был у Вишевенця, но ты дивись, что... У тебя святая футболка, славу ты в 2016. Понимаешь, это последняя футболка этого фестиваля. Вона была 5 лет, она не надеялась. И это такой юбилей своеобразный. Приехал он не один, а вместе с 12 друзьями и одной дебютанткой. Когда приходишь в этот зал, смотришь в него и практически всех знаешь, тогда говорить, дорогие друзья, действительно очень легко. Более того, за эти годы мы по-настоящему сдружились. То есть, когда я говорю, добрый вечер, дорогие друзья, я ни разу не лукавлю. Концерт традиционно начали теперь уже дуэт рок-н-ролл на поляне. Как широка сокорина ветер распустила, а над самою водой верба похилилась. А свой блог они закончили известной польской песней Северина Краевска. И это не случайно, потому что следующий участник концерта сейчас живет в Польше. Актер и режиссер Дмитро Макляков. Он, в свою очередь, порадовал зрителей классным исполнением песни из фильма «За двумя зайцами». А потом исполнил песню из спектакля «Полет над гнездом кукушки». Ну, почти про выборы. Господи, сдается, что ты все пропустил, кто при своих не остается, сам ложится на кон. Ты слишком долго был в печали, ты так долго грустил, что не заметил, как под тобою расшатался балкон. Плачь, не плачь, как же я бежен перед казнью палач. Плачь, не плачь, сыграй нам песню отходную скрипач. Плачь, плачь, нам нужен новый главрач. Исполнялись на концерте и стихи. Так, Алена Горецюк из Чернигово прочитала несколько. И, кстати, на ее стихи уже написано несколько бардовских песен. В Украине скучаю за мовою, може скажуть, не першочерговою, не единою хліб нашу насущною, та болить, та шнудить, та слушать за нею. Промовляю до мене українською, час від часу, подільсько-поліською, челемківською, чипалтарською, щоб наситити душу бунтарською. Так, смачніші мови, чудові та відрідної світобудови. Пели в концерте і сім'я Александр і Мар'яна Крамарі, які 24 августа будуть участвувати в Києві, в колонні, в шестві от Майдана. І, конечно, третій сон, але в концерте пів і сам Віктор Байрак, фрагмент із його «Ангелів». Ну що, по 50? Як ти хотів? По 50? Не чокайся, як треба. Спіл Віктор і ще одну пісню, яка війдет в новий український сіал «Як би ви знали панечі». «Як би ви знали панечі, як то вночі кричать сечі, і як Дніпро вже не рве, а тільки стогне. Як ти вертаєшся селом, а насильний такий облом, бо на стовпі на все село єдиний вогни. Я би ви знали панська кров, без фотошопу і корел дров, як мало коштує любов на нашій красі. В концерте звучали не тільки пісні під гітару, но ми услышали і великолепне акапельне исполнення. Хоча стихи звучали чаще. В исполненняе Александра Мороза из Чернигово, Ирины Легоняковой, Юлия Броварна из Венеции. А еще обалденно смотрятся в квадрате, освещенные изнутри витражи. Ближе к финалу новую песню спела киевлянка Татьяна Домиловская о тбилисском коте. Поклонники кошек поймут все. Ему чихать на слухи о породе, Да пусть судачат в бок им сто холер. Тбилисский кот, чертовский благороден, Как истинно галантный кавалер. Он оптимист, решительный и гордый, Он даже в дождь трубою держит хвост. Его девиз написанный на морде, Весом и краток, как грузинский тост, Размножились, поспали и поели. А остальное плаш и суета, Вы помните поэму Руставели, Так это Радбилисского года. В финале прозвучала песня в исполнении Бондарькова, в конце которой все участники концерта вышли и поклонились, и поблагодарили слабудчан за то, что они посетили этот концерт и пообещали приехать в следующем году. Кто нам скажет, в начале мы или в финале? Да прости же, прощай! До свидания в раю! Скорой встречи в раю! Так подари мне лишь взгляд! Только доброе слово Знак, что каждый из нас Не совсем одинок Здесь сейчас я твой брат А найдем среди снова Средь времен и пространств Это знает лишь Бог Здесь сейчас я твой брат А сойдемся ли снова Вот так средь времен и пространств Это знает лишь Славик спел До встречи на Славутище В следующем году Казалось бы, все точка, но зрители попросили еще что-нибудь на бис И получилась великолепная импровизация Отличные финалы В котором участвовали все И участники концерта, и зрители В тем мире, что-то пьяно Уязвлен изъяном После всех потерь Посреди тревог На меже с ним С морем океаном Мальчик кормит тим Радостный, как Бог В мире, что как я Уязвлен изъяном Мальчик кормит тим Радуется Бог Твои желания Славутическим поколевальникам Славутическим бардам Люди не делятся на тех, кто Поважает авторскую бардовскую письмо Чи не поважает Люди делятся на Культурных и инших Я желаю Доброе счастье, здоровье, культура Розуму И терпение Как всегда Терпение, терпение и стойкость И тогда мы победим Тогда тебе удачи и до встречи через рік Не только мне, а всему нашему фестивалю Полную версию музыкальной программы Бардовский вечерок Посвященную этому концерту Смотрите по вторую пятницу сентября Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok